Остается буквально пару минут до начала второй попытки. С лалами у нас есть. Немножечко время познакомиться с обстановкой. Ну вот, посмотрите, друзья. Для начала посмотрим результаты. Итак, вы видите. Моника Хюбнер захватила лидерство. Немка после первой попытки. Белорусска Шканова. Финка Нелукка. Ну и далее по порядку. Тут и чешка Дубовская, и опять японка Анда. Уже хорошо нам знакомая по трансляциям на Евроспорте. Большинство спортсменок, которые приехали сюда на универсиаду, выступают практически во всех горнолыжных дисциплинах, во всех видах программы. Особенно большие команды, которые мы видим, борются здесь за медальный зачет. В том числе это тоже, естественно, очень престижно. Ну а сейчас уже появился и стартовый протокол. Мы смотрим, что здесь начинать будет Канадка. А потом целая группа спортсменок из России. Галенкова, Плешкова и Ворожейка Галина в первой шестерке. Друзья, ну вот в этом плане первая шестерка это совсем не престижно. Первая шестерка это открывающих вторую попытку. А значит это места с 25 по 30. Это, конечно, не самый лучший вариант. Ну и далее вы видите весь стартовый протокол. 45 спортсменок допущено. Тридцатка будет стартовать, как обычно, по правилам в обратном порядке. Ну а если озвучить общее количество, то, конечно, как мы и видели в предыдущих соревнованиях здесь на Универсиаде, представится очень серьезно. Вот сегодня только на славалом и женском 66 спортсменок из 25 стран. Причем весь мир представлен на Универсиаде, мы об этом говорили. Практически все континенты Австралии, Новозеландия, Африка, Южная Америка, Северная Америка. Ну, естественно, практически все страны Европы. Это уж говорится само собой. Это у нас сейчас прям прямое включение со старта, да? Вот видите, спортсменки уже последние приготовления. Вот-вот выходить на старт. Кстати, вот россиянки симпатичные тут крупным планом тоже на экране. А вот, кстати, первая участница, представительница Канады у нас. Вот. Вернее, там была еще одна канадка ее подруга, но не принципиально, как говорится. Итак, началась вторая решающая попытка с лалами, и открывает ее спортсменка из Канады Фредерик Нолин. Автор вот этой второй попытки тренер команды Швеции, как мы видим, Йохан Охаген. И 55 контрольных ворот. Ну, в общем, такое 55 ворот для женского с лалом. Это, наверное, оптимальное число для многих соревнований. Перепад высот 150 метров. Не очень крутая трасса. Мы это видим по всем параметрам. Ну, и первая россиянка Валентина Галенкова стартовала. У нее, к сожалению, лишь 29 результат после первой попытки. Ну, Галенкова, в общем-то, мы знаем эту спортсменку. Не первый год, ей уже 22. Она давно уже и в сборной команде России. Кстати, одна из тех спортсменок, кто уже имеет звание чемпионки, друзья. Чемпионки универсиады. Причем это было не на прошлой версиаде в 15-м году, а на позапрошлой. В 13-м году в Италии Галенкова выиграла золото. Ну, по-моему, тогда, да, в скоростном спуске. Так что, в общем-то, мы знаем, что с лалом не ее главная дисциплина, не лучшая дисциплина, по крайней мере, у Галенковой. Обыгрывает она Канадку, но это, конечно, небольшое утешение. Давайте посмотрим еще одна. Россиянка стартовала. Юлия Плешкова. Одна из самых молодых участниц в команде России. Ну, тут, в общем-то, у нас вообще весь состав очень молодой, как это и положено, в общем-то, друзья. Настоящий студенческий состав. 97-го города рождения Плешкова. И вы знаете, вот интересно, вот, судя по тому, что открываю вторую попытку россиянки, посмотрите, да, какая у нас здесь на универсиаде сложилась ситуация. У россиянок две золотых медали. Ну, у женского состава, я имею в виду, это вообще великолепно, да, начало. И супер выиграли, и комбинацию выиграли. А вот как наступили технические виды, результаты сразу ухудшились. Вот такой интересный момент, да, вот. В частности, по женской, я говорю, пока команде. Ну, и по мужской примерно похожая ситуация. Соби Виркула. Спортсменка из Финляндии. Ну, вот все спортсменки, которые уже стартовали, в том числе и Финка, которую мы видим на трассе, очень много проиграли. Три с половиной, более трех с половиной секунд на первой попытке. Вы сами понимаете, что это уже все, конечно. Это уже не борьба ни за пьедестал, и даже не за десятку сильнейших. Потому что такое количество секунд, естественно, не отыгрывается. Тем более, что универсиада все-таки, это, конечно, не высший уровень, но, в общем-то, соревнования достаточно престижные. Результаты здесь тоже, в общем, достаточно плотные. Еще одна канадка. Де с Россией. Мари, де с Россией. Не очень жесткое покрытие. Ну, тут были снегопады, и мы с вами это, в общем, своими глазами видели. В предыдущих наших трансляциях, когда были гигантские слалом, особенно проводился, вот на прошлой неделе. Достаточно много снега выпало, учитывая, что морозы. Ну, льда, конечно, никакого нет. Достаточно плотная трасса, но все-таки немножко подразбивается. Мы видели. Вот канадка, кстати, сходит. А вот еще одна россиянка. Галина Ворожейко. Совсем тоже молоденькая девушка. 18 лет. Так, давайте посмотрим на выступление россиянки, а далее я вам еще расскажу о вчерашних соревнованиях. Я думаю, что многие не знают даже результатов. Пока неплохо. Ну, надо возглавлять, конечно, таблицу. Можно продвинуться. Можно продвинуться по протоколу. Ну, что ж, лидером становится. Мало того, вот посмотрите, друзья, сейчас образовалось уже даже тройное лидерство команды России в первых три ступеньки. Но мы с вами понимаем, что это, конечно, к сожалению, на очень короткий период, еще раз повторюсь, стартуют спортсменки из третьего десятка по итогам первой попытки. Поэтому, конечно, вот если бы на данный момент соревнования завершились, да, вот так бы весь пьедестал был российский. Ну, вот видите, как быстро это происходит, тем более темп соревнований очень быстрый. Мы видим, что только одна спортсменка финиширует, моментально стартует следующая. И вот россиянкам приходится освобождать лидерские позиции, само собой. Теперь у нас Елена Граффи, итальянка, полидирует какое-то время. Друзья, а я вот сейчас просто напомню программу и вообще, что происходило в предыдущие дни. Так вот, вчера состоялся очередной старт, очень интересный, но, к сожалению, у нас не получилось с трансляцией. Вчера были командные соревнования. Это параллельная, как вы знаете, дисциплина. Для тех, кто постоянно смотрит Евроспорт, абсолютно знакомо. Мы видели с вами параллельный слалом. Совсем недавно, в конце января, был на Кубке мира. Так вот, вчера на универсиаде командные соревнования в параллельной дисциплине прошли. Победу одержала команда Чехии. Вторые были австрийцы. Там такая была очень сильная борьба в финале. Ну, а на третьем месте оказались россияне. Это была уже пятая на универсиаде медаль команды России в горных лыжах. И тем самым россияне очень уверенно возглавляют общий зачет. Медальный зачет. Пять медалей. Два золота, серебро и две бронзы. И вы знаете, мы с большим отрывом. Россия с большим отрывом на универсиаде. И как бы ни закончился сегодняшний слалом, это вряд ли изменится ситуация. Вот, скорее всего, в последний день, завтра, то есть завтра, в этом плане будет тоже очень много решаться. А завтра, как вы понимаете, мужской слалом. Ну и, естественно, завершающий день горнолыжной программы. Второй результат показывает австрийка Виднер. Чешка Вероника Рудольфова. Вот она, кстати, не принимала участия. Я, кстати, назову составы. Я думаю, кого-то это интересует. Составы команд, кто вчера выступал. Победители Чехии у них было Дубовска, Кмочева, Адам Зика и Даниэль Паулюс. Так, у нас тут падение. Сход с дистанции. Спортсменки из Чехии. Ну, еще раз повторюсь, вот эта группа, она, в общем-то, ни на что серьезно сегодня не претендует. Итак, заканчиваю. По вчерашним соревнованиям серебро у австрийцев. У них был состав Ляйтгип, Виднер, Коглер и Фигеля Ребека. Ну и россияне бронза Силантьева. Анастасия, Александр Андриенко, Юлия Плешкова и Евгений Пясик. Вот в таком составе вчера россияне выступали. И, как я сказал, уже завоевали бронзу. Так что вот основные параметры, медальный зачет. Мы с вами так вспоминаем и видим, что все идет тут, по крайней мере, для команды России неплохо. Ну, а что касается сегодняшнего слалома, то вот я уже сказал, что в технических дисциплинах, как ни странно, да, вот казалось бы, у нас, если брать высший уровень в России, да, у нас есть один, но, к сожалению, только один, но зато элитный, высшего уровня человек. Так, Александр Хорошилов с лалами, казалось бы, да, вот и в лалом должен быть более благополучен. Нет, вот видите, вот в сегодняшних соревнованиях, ну, понятно, что это студенческие соревнования, но, тем не менее, вот здесь сегодня на Чембулаке россиянки не претендуют на медали. Вот это, вы видите, в отличие, как я уже сказал, от супергиганта и комбинации. А вот, кстати, и лучшая из россиянок сегодня Анастасия Силантьева. У Силантьевой уже две медали, друзья, на Универсиаде, она выиграла комбинацию золота, и я уже только что сказал, в составе команды бронзу, то есть у нее уже золото и бронза здесь, но вот сегодня для нее, все, как и для всех женщин, завершающие соревнования. Перспективная девушка, это, конечно, очень приятно, я думаю, что и на Чемпионате мира юниоров, а он, кстати, в марте месяца будет, в Шведском Уорре, мы тоже увидим эту спортсменку. Анастасия Силантьева, в свою очередь, становится промежуточным лидером Слалома. Ну, а сейчас очередная у нас спортсменка из Чехии Вероника Камкова. Достаточно пологая трасса, но вы знаете, пологие трассы, это так вот кажется, что многие скажут, ну, полегче, да, соревноваться, нет льда, нет крутых перепадов, как это часто бывает на соревнованиях более там высокого уровня, на Кубке мира, но, друзья, здесь тоже, здесь свои нюансы, и надо уметь, в общем-то, эти самые пологие трассы ходить. Тоже, говорится, не все так просто. Здесь вот со старта такое, ну, понятно, вот эта стартовая часть, трое ворот, она была специально сооружена, и мы видим, может быть, недавно делали, так не очень хорошо там подготовлено, подразбилось. Ну, а, в общем-то, то же самое полотно, где и проводились все дисциплины горнолыжные, хотя организатор для Слалома придумали, в общем-то, свое название. Трасса Доктар. Вот эта славная трасса сегодняшняя начинается, называется, ну, мы-то с вами понимаем, что это то же самое фактически. Нижняя часть, тем более, это то же самое полотно трассы Эдельвейс. Новый лидер. Силантьеву обыгрывает шведская спортсменка Мэтте Асп. Ну, шведке, так говорится, и сам Бог велел. Все-таки тренер шведской команды, я уже говорил, поставил эту трассу, хотя вы понимаете, что вот такие мысли, они всегда немножко так с юмором, потому что трасса, конечно, одинакова для всех, и то, что швед ее поставил, я думаю, никакой особой роли-то, в общем, не играет. В принципе, она может стать успешной и наверняка станет для участниц других команд. Я напомню еще раз лидеров сегодняшнего дня, которым еще только предстоит стартовать. Немка Хюбнер, белоруска Шканова и финка Неа Лукко. О, очередная представительница Канады очень неудачно проходит вторую попытку. А вот как раз нам показывает режиссер и причину, причину вот этого огромного отставания. Ну, почти остановилась, грубо ошиблась. Еще одна представительница Швеции. Да, не всем просто. Я специально на такую паузу присматривался повнимательнее. Не всем удается. Казалось бы, действительно, пологая трасса, а вот на пологом тоже свои нюансы. Очень важно, конечно, чувствовать баланс, не загружать лыжи. Очень сильно нельзя подаваться на носки на пологих трассах. Это знают все горнолыжники, но не всем это удается. Потому что очень четко надо вести лыжи на пологих трассах. Обязательно центр тяжести, чтобы находился чуть сзади, чтобы лыжи чуть-чуть сзади все время работали, так сказать, придавая ускорение. Такой достаточно тонкий вопрос. Но давайте все-таки не забывать, что у нас студенты соревнуются. Хотя я уже сказал, что на каждом старте, в каждой дисциплине мы с вами отмечаем. Есть спортсменки, которые имеют опыт выступления и на Кубке мира. Есть и те, кто на Олимпиаде даже стартовал. Но вот самая опытная, это, конечно, белоруска Шканова, которая здорово здесь на универсиаде выступает. Во-первых, она самая старшая. Ей 27 лет уже. Это тоже возраст приличный. И мы ее видели и на Олимпиаде, и на Чемпионате мира, и на Кубке мира Шканову. Поэтому, в общем-то, не удивляет то, что у нее уже две медали у Марии Шкановой. И она, в принципе, может сегодня и третью медаль на универсиаде получить. Почему бы и нет? Вот видите, у нас и лидер шведка, и на трассе шведская спортсменка. Это, ну, понятно, коронная дисциплина, если взять вообще все соревнования. Друзья, вот если мы возьмем юношеские, детские, студенческие, любые соревнования, Кубок мира, везде шведские девушки, в общем-то, хорошо выглядят с лалами. Это, в общем-то, традиция, которая, наверное, заложена уже давно. И мужская, и женская, и шведская команды предпочитают с лалом. И вот сейчас, смотрите, тройное лидерство шведской команды. Первых три места. Вот на данную секунду, я обращал внимание, было тройное лидерство российских девушек, но их давно уже всех обыграли. Вот сейчас тройное лидерство шведских спортсменок. Которые тоже, в свою очередь, будут обыграны, потому что у нас еще и десятка-то не началась, друзья. Десятка лучших, хотя соревнования, обратите внимание, как быстро идут соревнования. Вот сейчас у нас представитель со Швейцарии Нина Лея Берч. У нее 12-й результат после первой попытки. И посмотрите, сколько она выигрывает, а? Вот такого момента мы с вами, пожалуй, еще не видели, друзья. Очень здорово. Целую секунду сразу вот такую. Тут как-то девушки боролись, мы видим, за сотые доли секунды, а вот швейцарка так, в общем, серьезно сразу. Еще одна канатка, Сандрин Давид. Нет, это... А, это другая, да, я, видно, ни туда, ни... Ага, понятно, почему перепутал, друзья, извините. Да потому что две канатки подряд. Вот сначала Потра, а потом и Давид за ней пойдет. Это на данный момент лучшие спортсменки Канады. Ну, вы видите, у них уровень такой, они борются, ну, я так скажу, наверное, за 10-е место. Давай, машину! Итак, швейцарка Берч лидирует. Мы видим, канатка только что финишировала на второй позиции. Далее три шведки. И Анастасию Силантьеву уже оттеснили на шестое место. Ну, друзья, тут было понятно еще по первой попытке. У нас небольшая пауза. Да, в общем-то, пауза у нас получилась маленькая, техническая. Рекламная пауза, судя по всему, будет попозже. Ну, а сейчас просто красивые моменты. В исполнении Галенковой, кстати. Вот видите, режиссер трансляции выбрал россиянку Галенкову для повтора. Хотя она не входит в лидеры. Ну, не знаю, может быть, понравилась ему именно эта спортсменка. Ну, а это вот уже один из лидеров соревнований. Вот на этих кадрах хорошо, солнышко так здорово освещает. Такая красивая картинка, друзья. Но еще раз напоминаю, сильный мороз. Как и было в последние дни соревнований. 17 градусов мороза. Ну, те спортсменки, видите, они тут и без костюмов на финише. Ну, понятно, разогрелись только, что трассу прошли. Еще, конечно, не замерзают. Садрин Дэвид. Вот. Последний шанс у канадских спортсменок, которых аж пять заявлено, мы видим. Здесь вот стартовали уже все. Но последний шанс на какое-то высокое место. В этом плане я хотел бы сказать. Немножко проигрывает. Но проигрывает, что, говорится, поделаешь. Немножко проигрывает канадка Садрин Дэвид. Но она будет лучшей в канадской команде. Но вот на каком месте, скоро мы с вами узнаем, друзья. Потому что десятка уже стартует. Десятка лучших после первой попытки. И эти спортсменки, в частности, автрика Ребека Фигль. Именно она на трассе проиграла на первой попытке. И одну с небольшим. Одну четырнадцать. То есть, видите, вот уже в десятке здесь очень плотные результаты. Естественно, ни у кого тут и в помине не может быть гарантии. По первой трассе надо работать опять максимально на второй попытке. Одну сотку. Ну вот, друзья, тут уже не надо говорить о плотности. Вы сами видите, да? Автрика у швейцарской спортсменки одну сотую выигрывает по сумме двух попыток. Одну сотую. Следующая на старте. И опять представительница Чехии. Дереза Кмочева. Хорошо уже знакомая. Мы видели ее по выступлениям во всех дисциплинах. Здесь, на Умиросиаде, Кмочева. Ну, в общем-то, не стала она до сих пор призером. Ну, в общем-то, в десятке сильнейших, как правило. Или близко к десятке. Да, это вот, кстати, я сказал по индивидуальным соревнованиям, друзья. А как вот, давайте не забывать, что она золотой призер командных соревнований. Вчера, я вот, наверное, просто, извините, не обратил сразу-то внимания. Кмочева, конечно, она была вчера в составе команды одной из двух представительниц женской. Была Мартина Дубовская и вот Кмочева. Обе сегодня тоже претендуют на высокое место чешки. Ну, а сейчас две шведки подряд. Луиза Янсен. После первой попытки занимает седьмое место. Ну, вот, начиная со шведок, а сейчас две шведки подряд. Тут мы можем точно говорить, друзья, что вот сейчас развернулась борьба за пьедестал почета. Ох, какое уже такое исполнение. Вы знаете, вот это первое, пожалуй, друзья, из спортсмена, которую я хотел бы отметить по уровню прохождения трассы. Вы знаете, ну, это уже почти как на Кубке мира в таком хорошем ритме, с четкой постановкой, с хорошей техникой идет спортсменка. Ну, и неудивительно, друзья, вот я абсолютно не удивляюсь. Секунду с лишним сразу выигрывает шведка. И это было видно визуально, согласитесь. Потому что, ну, не на голову, конечно, но она серьезно посильнее, чем все те, кто перед этим выступали. Так, обращаем особое внимание на Янсен, какая она окажется в конце концов. Очень уже стало нам с вами, я думаю, интересно. И еще одна шведка, Лиза Хилтула. А вот Хилтула, друзья, по-моему, была на Кубке мира. Я вот сейчас просто не буду... Мы, конечно, можно и не проверять по документам. Мы на память с вами прекрасно даже помним состав команды, которая выступает на Кубке мира, шведской, там, во главе с Фридой Хансдоттер. Вы прекрасно знаете. Но вот это вот ближайшее пополнение шведок. Они вот здесь, на универсиаде выступают. И мы видим, что подтверждает свой класс шведские спортсменки, безусловно. Ну вот и двойное шведское лидерство, как мы, в общем-то, и могли этого ожидать. Янсен остается первой. Хилтула только что финишировал на второй позиции, совсем с небольшим отставанием. И сейчас оставшимся спортсменкам придется не очень просто. Осталось у нас пять. Но пять претендующих на самые высокие места. Вообще, я сказал уже, что после тридцатки еще будут стартовать спортсменки. У нас время трансляции будет, мы посмотрим. Но там уже пойдут не претендующие на высокие места. Самое главное происходит вот сейчас. Японка Андо. Асандо. Уже тоже имеющая здесь медаль японка. Причем две медали, ну, конечно же. Но самое-то главное то, что она выиграла золото в гигантском слаломе. Ну, еще и третья была в супергиганте. Так что, такой своеобразный хитрик может сделать Андо, если сегодня получит медаль. Но, вы знаете, тут под вопросом большим уже она вторая. Очень плотно, очень. Интересно, Андо проиграла 11 соток. У Янсен и у другой шведки, в свою очередь, три соточки. Итак, Мартина Дубовска. Представительница университета Братиславы. Стартовала Дубовска. Очень сильная спортсменка Дубовска. Я вам еще раз напоминаю. Она выиграла вчера в командных, в параллельном дисциплине выиграла золото в составе своей команды. Мартина Дубовска. Тоже спортсменка, имеющая опыт выступлений на Кубке мира. Ей уже 24 года. В общем, спортсменка достаточно опытная. Опа, друзья. А вот, вот коварная пологая часть, которая, казалось бы, опять же, мы говорим, выглядит достаточно простой. Но, вот видите, даже спортсменке уровня Дубовской, Мартина, она хорошая, сломистка, не справляется с дистанцией. Потеряла контроль над лыжами. Но, вот, в общем-то, тут ее трудно обвинять. Она хотела максимально с задней посадки идти, но слишком. Здесь достаточно круто расставлены ворота. Вот траекторию она такую атакующую, прямую выбрала. И вот такая траектория мы видим. И с лалами она не проходит сегодня. Ну что, две шведки. Слева вы видите японку. Японку выстроились. Маленькая была пауза из-за падения. Но тут, в общем-то, моментально все происходит. Университет Хельсинки представляет не Лукко. Двадцатилетняя спортсменка тоже одна из тех, кто здесь с медалью уже на этих соревнованиях универсиады. Супергигант из серебро. Финка завоевала. Вот сейчас борется, опять же, за медаль уже в слалами. Не Лукко. Очень плотно, очень плотно сейчас между скандинавскими спортсменками. Шведка лидирует. Финка на трассе. Ай-яй-яй, ошибочка была. В том же самом месте, согласитесь? Вот так вот. Вот какая дорогая цена ошибки-то она перед самым финишем. Не попадает на пьедестал Лукко. Вот, 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 вот. Видите, как здесь круто. Коварные ворота. Тут под снос немножко. Там, где упала Чешка. И вот мы видим, что и спортсменка из Финляндии тоже допустила ошибку. Мария Шканова, представляющая Белоруссии. Ну, она, естественно, студентка Института физической культуры Минска. Это абсолютно все логично и понятно. Я напомню, что единственная спортсменка из Белоруссии настолько здорово представляет команду. Две медали у нее уже здесь. С преимуществом на контрольном отрезке идет спортсменка из Белоруссии. Ну, что, если вот выдержать темп вот здесь, на коварном нижнем отрезке, где многие падали, мы видели, да, Же? Браво, браво, Шканова. Какая же молодец, а? Не дрогнула? Ну, когда-то вот этот опыт, многолетний опыт уже выступления, я сказал, что Шканова на всех соревнованиях высшего уровня выступала. Олимпиаде, чемпионате мира. Теперь, видите, у Мерсиада. И вот этот опыт, конечно, не проходит даром. Посмотрите, она опять сегодня с медалью будет. Это точно вот с какой? Ну, худший вариант серебро. Бронза есть, серебро есть. Вообще, по логике, Шкановой бы золота должно достаться. Друзья, ну, давайте посмотрим, потому что очень... Действительно, в этом плане напряженный момент. И результаты на финише плотные. И вот единственная спортсменка, которая может полностью изменить весь расклад, это немецкая девушка Моника Хюбнер. Тоже опытная спортсменка. Она всего лишь на годик помладше, чем Шканова. Ей тоже уже 26 лет. 14 сотых, друзья. Ну, опа! А вот здесь, вот здесь она, конечно, могла Шкановой проиграть. И сейчас абсолютно непонятно, в чью сторону повернутся тут события. В пользу Шкановой, друзья, вот это да. Да, просто феерический успех спортсменки из Белоруссии. Третья медаль. Причем теперь уже золотая. Золотая. Марина Шканова. Браво! Это, конечно, здорово. Я уже говорил, что у нее есть бронза. В соревнованиях в гигантском слаломе. Серебро в альпийской комбинации. И теперь еще золото в специальном слаломе. Друзья, вот окончательные результаты лидеров. Видите, Шканова, Хюбнер, Шведка на третьем месте оказалась. Янсен. Ну, и далее, видите, лучшая из россиянок. Сегодня, к сожалению, лишь пятнадцатая. Это опять Анастасия Силантьева. Одна из самых молодых, ну, я бы сказал, перспективных спортсменок. Ну, счастливая тройка победителей сегодняшнего слалома у вас на экранах. Давайте посмотрим лучшие моменты, друзья. Ну, на этом наша трансляция еще не заканчивается. Сейчас будет только лишь пауза. Возвращаемся в Алматы, друзья, и продолжаем нашу трансляцию. Напомню, у нас прямой эфир. У нас вторая попытка в женском слаломе. Правда, главные события уже позаднее, друзья. Друзья, потому что лучшая тридцатка, ну, фактически уже разыграла награды. Сейчас идут спортсменки, которые заняли места в четвертом десятке после первой попытки. И вот одна из спортсменок – это Арнольд. Андреа Арнольд из Чехии. Вот она у нас на экранах. Ну, а что касается победителей, друзья, ну, в общем-то, можно было предвидеть победу белорусски Шкановой. А вот остальные призеры – тут, конечно, была полная неясность. Трудно было определить, потому что и борьба получилась плотная. Вот напомню, что шведки здорово поборолись. Опять японка Анда. И вот хороший пример по сегодняшним соревнованиям. Шведка Хилтула, которая заняла пятое место, по сумме двух попыток проиграла тридцать семь сотых. То есть, друзья, вся пятерка лучшая в тридцать семь сотых. Сразу можете видеть, какой был накал борьбы. И, конечно, Шканова тут можно еще дополнительные дать ей плюсы, комплименты за то, что она вот не дрогнула в такой очень плотной борьбе с сильными соперницами. Ну, а что касается второго и третьего призеров, тут Моника Хюбнер, Германия, и Луиза Янсен из Швеции. Вы знаете, как неудивительно, а вот для Швеции и Германии это первые награды на универсиаде. Казалось бы, вот такие горнолыжные страны, как мы обычно говорим, но у них еще не было наград. А вот Шканова не только для себя третью медаль завоевала, а теперь у нее полный комплект золото-серебро-бронза, она еще и свою команду Белоруссию вывела на второе место в медальном зачете. Напомню, на первом остается Россия с достаточно чувствительным отрывом, а вот на втором месте после сегодняшнего дня будет Белоруссия. И это тоже, в общем-то, достаточно неожиданно, да, ведь, друзья, речь идет все-таки о горных лыжах. Вот такие интересные события на универсиаде происходят. 49-й нагрудный номер это Ханна Мищенкевич. Сошла, мы видим, сразу еще одна полячка из Краковского университета. Это Катаржина Мирек. Ну, понятно, друзья, что вот эти спортсменки, которые сейчас стартуют, проиграли очень много. Ну, престиж такой, да, согласитесь? Должен же быть престиж какой-то, да? Вот они поборются сейчас, может, в тридцатку попадут, но не более того. Но у каждого свой уровень, даже у студентов. Это мы с вами прекрасно понимаем. Да, друзья, если уж такую серьезнейшую борьбу нам подарили женщины на универсиаде, то что будет завтра? Напомню, завтра мужчины разыграют награды с специальным слалом, и там борьба будет, я думаю, еще не менее серьезная. Тем более, что там швейцарцы, насколько я знаю, умудрились привезти одного из участников Кубка Мира, одного из людей, кто попадал даже в двадцатку на Кубке Мира. Это Рамон Ценхаузер, мне кажется, будет завтра выступать. Ну, конечно, по отношению к другим обычным студентам это не сказал бы, что так справедливо, но тут, наверное, трудно что-то поделать. Я напомню, что в правилах, в общем-то, универсиады не прописано того, имеют ли право там олимпийские чемпионы и такие суперпрофессионалы здесь стартовать, потому что чисто в юридическом плане, ну, как можно отказать? Главное, суть соревнований, то, что ты являешься действующим студентом, да, если человек при этом еще и олимпийский чемпион, то формальных причин отказать ему в участии нет. А с другой стороны, да, ну, а как соревноваться олимпийскому чемпиону с обычными студентами? Это, наверное, мягко говоря, не очень равные условия. Ну, вот здесь такая есть, как я уже говорил, в студенческом союзе такая, даже не юридическая, а просто такая джентльменское соглашение, чтобы, в общем-то, спортсменов уровня, там, десятки Кубка мира, там, самых сильных не приглашать. Но, вот видите, не всегда джентльменские соглашения, они выполняются. Посмотрим завтра по мужскому слалому, как там будет действительно по составу. Рамон Сенхаузер, действительно, если он выйдет завтра на старт, то он, конечно, ну, по крайней мере, по классификации намного сильнее, чем все остальные участники универсиады. Вот такие еще интересные события тут происходят. Матис из команды Швейцарии, ну, видите, 10 секунд. 10 секунд в сумме, это уже, конечно, такой обычный любительский вариант нам показала спортсменка из Швейцарии. Вот действительно настоящая студентка. Видимо, вот у этой девушки учеба все-таки на первом месте, а горные лыжи уже на втором. Представительница Новой Зеландии. Ну, я уже говорил о представительстве. Оно просто великолепное здесь, на универсиаде. Со всех континентов практически присутствуют спортсменки. Это, конечно, очень здорово. Да, тут уже речь идет о 16 секундах для спортсменки из Новой Зеландии. Возвращаемся на горнолыжный центр Чимбулак. И уже практически заканчивается, друзья, вторая попытка с лалом и у женщин. Идут последние участницы, которые не претендуют на медали сегодня. И мы можем уже потихонечку с вами подводить итоги, друзья. Но я уже сказал, что завтра мужской с лалом. Наша трансляция на канале «Враспорт-1». Завтра в 12 часов не пропускайте. Это будет очень здорово. Но и не менее, друзья, я должен напомнить всем, что и не менее серьезное событие у нас также. Начинается завтра. Вернее, завтра заканчивается универсиада для горнолыжников. А начинается чемпионат мира, друзья. Это, конечно, событие самой главной важности этой зимы. И все дисциплины, все трансляции в плане канала «Враспорт». Так что в этом плане не переживайте. И первая трансляция завтра в 13.45 на Первом канале. Первая трансляция из Санкт-Морица. Будут разыграны, разыгран первый комплект медалей у женщин в супергиганте. Вот это вот событие, я вам анонсирую событие завтрашнего дня. Представительница Украины Мария Пономаренко. Представляет Киевский университет Пономаренко. Кстати, вот команда России во вчерашних командных соревнованиях в первом же круге соревновалась с командой Украины. Я рассказывал о вчерашних командных соревнованиях. Потом в следующем круге россияне прошли Словакию. И вот в полуфинале проиграли Чехам, которые, в свою очередь, выиграли вчерашние командные параллельные соревнования. Представительница Ирана, друзья. Вот не удивляйтесь, девушки из Ирана даже стартуют на универсиаде. Вот она, спортсменка у вас на экранах. Она уже завершает. Да, вот это как раз последняя участница у нас второй попытки. Спортсменка из Ирана. Ну, вы сами понимаете, для этой девушки главное, так сказать, дойти до финиша. Вот. Большой, конечно, очень проигрыш. И даже тут не надо... Ну, тут главное участие. Вот что касается вот этой спортсменки, то мы с вами прекрасно понимаем, что она приехала именно для того, чтобы поучаствовать. Ну, а вот эта тройка победителей сегодняшних соревнований. Посмотрите еще раз. Мария Шканова, золото, Моника Хюбнер, Германия, серебро. И Луиз Янсон из Швеции получает сегодня бронзу. Далее спортсменки уже второго десятка. Три шведки, видите, с 12 по 14. Сразу за ними на 15 месте Анастасия Силантьева. Ну, и так далее, так далее. Вот все результаты у вас на экране. Ну, вот это заключительная часть протокола. Тут же, видите, спортсменки, которые не смогли завершить и вторую попытку, и Дубовска, которая, кстати, пренагдовала на высокое место. Ну, вот сейчас давайте... Посмотрим на лучших, еще разочек, на призеров сегодняшнего дня. Луиза Янсон. Вот ее финиш. Шведки, конечно, сегодня хороший класс показали. Вся команда в первых 15. Пять шведок в первых 15. Но, опять же, это нам неудивительно, что касается Швеции. Второе место сегодня у Моники Хюбнер. Немки, вот вы ее видите сейчас во время прохождения второй попытки. Очень плотная борьба была между представительницей Германии и Белоруссией. Но вот в этой серьезнейшей борьбе лучше была Мария Шканова. Белорусская вот ее сейчас вы видите на экранах. А мне остается напомнить вам, друзья, что сегодня с вами работает режиссер Юлия Варкунова, ваш комментатор Владимир Андреев. Ну и анонс наших трансляций на завтра я вам уже рассказал. Так что старайтесь не пропускать. И до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин